МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Успеть до осени управляющие компанией Барнаула намерены в срочном порядке судиться с ЖКХ-должниками даже за тысячу рублей до сентября, пока не вырастут пошлины. Как правильно сидеть? И не только осужденных Шипуновской колонии обучили азам делового этикета. Уверены, это поможет им на воле. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И обнаружил в пробах воды реки Обь кишечную палочку. Отметим, резонансная экологическая проблема прогремела в мае этого года после сигнала Народного фронта. Общественники обнаружили колодцы с нечистотами рядом со зданием Лимана-Про, в прошлом Леруа-Мерлен. Сливы стекали прямо в Обь, начались ведомственные проверки. К проблеме подключился и глава Следственного комитета страны Александр Бастрыкин. Роспотребнадзор проверил речную воду. Оказалось, в пробах превышенной бактерии группы кишечной палочки, а в пробах очищенных сточных вод, как отчиталась природоохранная прокуратура, обнаружено превышение допустимой концентрации загрязняющих веществ. На данный момент Роспотребнадзор подсчитывает ущерб, нанесенный АБИ. Расследование продолжается. Сегодня в Бийске на пешеходном переходе сбили ребенка несовершеннолетний. Спешившись с велосипеда, переходил дорогу на улице Вали Максимовой. Рядом с остановкой «Педагогический университет». Судя по видео, водитель «Фольксвагена» даже не притормозил. Бригада скорой на месте оказала мальчику медицинскую помощь, после чего доставила 10-летнего подростка в состоянии средней тяжести в центральную городскую больницу. И еще одно видео, которое характеризует бийское вождение. Накануне в Наукограде также на пешеходном переходе сбили человека. Инцидент произошел недалеко от остановки «Стахановская». В ночное время водитель ехал на полной скорости по нерегулируемому перекрестку и не обратил внимания на останавливающийся поток машин. Под его колеса попал один из пешеходов, после чего завязалась драка. Барнаульские управляющие компании просят жителей срочно оплатить коммунальные долги. Все дело в том, что с сентября повышается госпошлина за обращение в суд. Поэтому некоторые управляющие компании вынуждены подавать в суд до этого момента, если долг выше 1 тысячи рублей. Напомним, что стоимость сборов увеличится в десятки раз. Мнение юристов и жителей Алтайского края на изменения в сюжете Данила Кузнецова. С сентября по всей России повышается госпошлина для обращения в суд. Теперь заплатить придется в десятки раз больше. Например, минимальный размер сбора при подаче искового заявления имущественного характера стоит теперь не 400 рублей, а 4 тысячи. Законопроект внесли в Госдуму еще в марте. Однако тогда он касался вопросов НДФЛ, страховых взносов, документа оборота. Во втором же чтении затронули уже суды. Верховный суд говорит о том, что очень много надуманных исков, очень много надуманных жалоб, учитывая, что порог входа низкий, то, соответственно, злоупотреблений много. Количество жалоб уменьшится. Это одна из целей законопроекта, которую правительство, в общем-то, и указывало. То есть уменьшить нагрузку на суды. Нагрузка однозначно уменьшится. Улучшится ли качество от этого? Юристы утверждают, что теперь среди населения может вырасти число обращений к медиаторам, которые помогают улаживать конфликты. Однако опрос барнаульцев показал, что деньги в таких случаях играют не настолько большую роль. Если есть причина обратиться в суд, то вот эта разница, я не думаю, что играет какую-то роль. Я к этому отношусь отрицательно. Тем более наш алтайский край, у нас маленькие зарплаты, пенсии, дотаций практически никаких. Это очень губительно для бюджета. Если дело есть какое-то, стоящее дело, конечно. А если помелочь, ну какой там суд? Юристы уже объединяются и создают петиции против повышения госпошлины. Присоединились к ним и другие структуры. По мнению Ассоциации Банков России, проектируемые нормы в совокупности умаляют конституционные гарантии лиц на судебную защиту, поскольку создают финансовый барьер, при котором доступ к правосудию не может быть признан беспрепятственным с учетом текущих размеров среднемесячной зарплаты и пенсии. Эксперт утверждает, что теперь работы у юристов станет поменьше. Однако они все еще продолжат искать лазейки, чтобы решить вопрос с госпошлиной. Судья готовил решение, допустил арифметическую ошибку или описку. Это мешает исполнению решения. Необходимо обратиться с ходатайством об устранении такой описки. Там, если мне память не изменяет, что около 5000 рублей государственная пошлина. С кого ее потом взыскивать? И тогда мы будем, наверное, что-то придумывать уже. Не писать ходатайство об устранении, а писать, что просто в письменном виде, в простой письменной форме. Тем временем некоторые барнаульские управляющие компании уже предупредили ЖКХ должников, что намерены обратиться в суд до сентябрьского повышения госпошлин. Даже если сумма задолженности порядка 2000 рублей. А там останется уповать на льготы или рассрочку, которую никто не отменял. В противном случае теперь судиться нужно лишь когда ты уверен в правоте на 100%. Ведь после победы в споре госпошлину вернут. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком. Возможно, герои нашего следующего сюжета все-таки дойдут до суда. Жители частного сектора в центре города возмущены стройкой многоэтажки рядом с ними. Главное неудобство – доставляют большегрузы, которые постоянно перекрывают и разбивают дорогу. Об этом они рассказали в нашей съемочной группе. В проблеме разбиралась Юлия Щепина. Тут невозможно проехать. Машины мешают, и дорога вот эта вся разбита. Жители улицы Пролетарской уже почти год беспокоит стройка, которая развернулась практически под их носом. Точнее, то, как эта стройка осуществляется. Немного было спокойно. Потом началось, это просто ужас начался. Они в 5 часов утра, без пяти, семь, пол седьмого утра приходили по 40-50 в день. Машин бетономешалок. Речь о строящейся высотке на партизанской 21А. Напомним, замороженный участок стоял без дела около 10 лет. Однако площадку выкупил новый собственник – бийский застройщик Прайд Инвест. К работам приступили осенью прошлого года. Вчера я не могла пройти, вот соседка у нас тоже не может. Ну, многие не могут пройти по дороге, потому что вот такая вереница машин стоит практически до конца улицы, и с этой стороны тоже. У меня муж на коляске передвигается. Пришлось ехать в поликлинику, а мы не могли здесь проехать. Пришлось его вернуть с коляской домой и на такси ехать в объездную. Это вот совсем неудобно. И мы не попали в итоге в поликлинику на свой талон. Мы теперь, сколько ни обращаемся, нам не подсыпают дорогу, потому что они ее разбили. Вроде как они должны быть. Вот эти плиты ворочают. А сколько этих гортанных матерков и криков с этой улицы. Жалуются и на регулярный шум с утра и подтопление во время непогоды. 28 июля, когда прошел ураган, мы не смогли выйти из дома в течение двух часов. Так как дорога здесь была вся разбита машинами, и вся вода с дороги пошла, естественно, к нам. Мы две пенсионерки вышли в сапогах и вот там вот копали ихнюю траншею, раскапывали, чтобы вода дальше пошла по улице. Гараж сушим все лето. Дождь прошел снова. Это вот он зацементирован был. Сейчас пол, он весь, его бери и выбрасывай, потому что все это само поднялось. По словам людей, дорогу вчера подсыпали песком. Ну вот этот песок и вот этот песок. Очередной дождь осенью. Представитель строительной организации сообщил следующее. Изначально, когда мы пришли на данную строительную площадку, улица Пролетарская была в таком же состоянии, в котором она находится сейчас. Однако, с нашей стороны, мы уже заявляли близлежащим соседям о том, что мы перед зимним периодом времени проведем грядирование данной дороги и постараемся по максимуму выровнять те, исправить те неудобства, которые, возможно, доставлены нашей строительной техникой, которая неизбежна. Еще одна более частная проблема произошла 12 июля. У женщины на участке снесли забор, посадку картошки и вырыли траншею шириной в полметра. Они, значит, рано утром самовольно уничтожили этот забор, убрали, сложили его там, тоже на моей территории, там, Габани, весь в хлам его превратили. Он и так был, ну, он мой забор. Валентина Гончарова живет в этом доме с 47-го года постройки, с 70-х. На территории моей вот эти вот столбы, когда наши вот огороды, они сразу вот это убрали, наш этот забор. Вот между гаражом и вот этим забором, видите, просвет. Этот план женщине выдали в 2002 году. Однако он разнится с данными публичной кадастровой карты. По словам жительницы, администрация центрального района должна дать ответ на обращение о том, чья же это территория, в течение месяца. Застройщик, в свою очередь, готов пойти навстречу и возместить ущерб. Данный забор находился прямо на территории, принадлежащей нам, на праве собственности, о чем мы говорили нашей соседке. И предлагали решить вопрос, то есть путем заливки подпорной стенки, которая у нас предусмотрена проектом, то есть, соответственно, выстраивание ей ограждения любого рода, какое только она хотела бы, в том числе и компенсацию какого-то там вреда в случае какого-то причинения его нами. К слову, готовность новой многоэтажки более 50%. И это не единственный дом, который планирует возвести застройщик в этом районе. А пока, по всей видимости, жителям Пролетарской придется потерпеть строительное соседство. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком. А жители дома на Челюскинцев вообще проснулись сегодня на другом адресе. Собственники увидели, что на здании появился новый адрес. Вместо привычного для них Челюскинцев 80В, корпус 1, повесили табличку Челюскинцев 80А. По словам жильцов, о смене адреса людей никто не предупреждал. Чтобы выяснить, как они, не переезжая, сменили адрес, жители обратились в управляющую компанию. Там пояснили, всему виной кадастровая карта, где дом под буквой В не числится. Информацию жителям подтвердили также в районной и городской администрациях. Якобы теперь все по правилам и дом имеет настоящий адрес. Кстати, оказалось, что некоторые жильцы о проблеме знали, потому как получали отказ в налоговой, пытаясь оформить ИП или ООО. Ведь в официальных реестрах их дома просто не было. Проблемы у жителей могут возникнуть и позже, к примеру, при продаже жилья, ведь они прописаны в доме, который теперь значится лишь на бумагах. В МФЦ пояснили, что понадобится справка об изменении адреса. Без него получить актуальные документы не получится. В Барнауле в районе новостроек уже совсем скоро появится несколько новых дорог. Речь идет о магистралях в индустриальном районе. Как идет строительство дорожного полотна, когда ждать обновки и как благоустроят примыкающие к ним территории, расскажет моя коллега Мария Костылева. На ряду с жилыми высотками в строящихся кварталах в рост идут и дороги. Построить сразу три обещают в этом году в индустриальном районе. На улицах 65 лет победы, 280-летие Барнаула и Сергея Семенова. Две первые появятся благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Строительство третьей ведется на средства инфраструктурного бюджетного кредита. Каждая из этих дорог – настоящая транспортная артерия для новостройки. И их здесь очень ждут. Кстати, в этом году на работе дорожников сказывается нестабильная погода. Осадки то и дело вносят свои коррективы. Те погодные условия, которые у нас были, что в июне, что в июле, залповые дожди. Очень много работ на объектах связано именно с земляными работами. Мы здесь производим строительство ливневой канализации. Вот эти залповые дожди нам дали намокание грунта, затопление участков строительства. С начала работ улица 65 лет победы заметно преобразилась. Сделан котлован для проезжей части, проложено порядка 500 метров ливневой канализации с колодцами. Подготовлено щебеночное основание. Под дорогу от Семенова до 280-летия Барнаула уложено два слоя асфальта. Теперь дорожники займутся установкой бортовых камней, поребриков и замостят плиткой тротуары. Объект очень значимый. Большая жилая застройка. Задачи такие, что к сентябрю нам, к началу учебного года, необходимо уже получить на определенных участках асфальт, обеспечить пешеходное движение, ну и перейти к благоустройству. Напомним, на улице 65 лет победы согласно проекту должна появиться четырехполосная дорога с парковками, освещением и озеленением. Проектом дороги по улице 280-летия Барнаула предусмотрено строительство ливневой канализации. Дорогу по Семеново обещают обновить от Солнечной Поляны до Попова. Кстати, здесь будут еще и велодорожки. На сегодняшний день на всех трех объектах задействованы порядка 80 рабочих и около 50 единиц техники. Цель – завершить все работы по строительству и благоустройству до 1 октября. Мария Костолева, День с толком. Воронеж, Ростов-на-Дону, Барнаул. Студотрядовцы из этих городов сегодня приняли участие во всероссийской донорской акции по сдаче крови. Теперь у добровольцев есть возможность попасть в федеральный реестр доноров костного мозга. Подробнее расскажет Татьяна Голубева. В реестре доноров костного мозга России сейчас чуть больше 250 тысяч человек. Задача – пополнить его в два раза, чтобы обеспечить национальную безопасность жителей страны. Правда, желающих стать донором пока не так много. Какой главный страх у людей, которые, по идее, могли бы стать донорами костного мозга? Что это какая-то глобальная операция, что заберут их костный мозг. А кто-то думает, что еще и спиной мозг. И вот им своего не будет хватать. Они вот поделятся, и это навредит, принесет ущерб их здоровью. Юлия Дрожина – инициатор всероссийской акции среди российских студенческих отрядов. Подобное уже прошло в Москве, а теперь на очереди Барнаул. Молодежь должна быть в списке доноров костного мозга, уверена Юлия. Этот факт подтверждают и специалисты Центра Крови. Люди вступили в регистр доноров костного мозга, а потом идет период, когда они ждут. То есть активация может быть через год, через пять, через десять, через пятнадцать лет. И чем раньше человек вступит в этот регистр, тем больше вероятность, что он кому-то поможет, и кому-то этой помощи понадобится. Почти 50 молодых людей, представителей студенческих отрядов страны, сегодня откликнулись на просьбу вступить в национальный реестр доноров костного мозга. Среди них и гости Барнаула – студенты из Воронежа и Ростова-на-Дону. Работают в больницах РЖД и Краевой клинической. От меня не убудет, а другим это может спасти жизнь. У нас достаточно организованное сообщество, и, конечно, мы разъясняли ребятам, рассказывали, объясняли. Никого насильно сюда не привели, все пришли по абсолютно доброй воле. Ребята адекватные, все понимают, особенно медики, которые тоже будущие врачи, медицинские работники. Они как никто понимают, для чего это нужно. Сам процесс донорства костного мозга более длительный, чем традиционная сдача крови. Он длится порядка пяти часов, но сегодняшний забор на типирование занял буквально несколько минут. Дмитрий из Ростова-на-Дону проделал 24 тысячи километров, чтобы в рамках студотряда поработать в Краевой клинической больнице. От предложения стать донором костного мозга тоже не отказался. Я подумал, ну вот человек заболел, что-то случилось, ему нужен костный мозг. А раз, и только мой подходит один на пять тысяч. А почему бы и нет, я подумал. И вот так я тут и появился. Из добрых намерений, я учусь в медицинском университете и хочу помогать людям. Теперь кровь Дмитрия и других студентов будет исследована на набор генов, отвечающих за совместимость ткани. И спустя несколько месяцев он, как и другие, будут вынесены в федеральный реестр доноров костного мозга. Пациентам с онкологическими, гематологическими, генетическими или аутоиммунными заболеваниями порой может помочь только пересадка костного мозга доноров. Напомню, что потенциальным донором может стать любой человек от 18 до 45 лет, который весит больше 50 килограммов и не имеет медотводов. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком. Как правильно сидеть? Этому сегодня учили осужденных Шипуновской колонии. Сидеть в прямом смысле. Как это следует делать дамам? Современное занятие по этикету прошло в местах лишения свободы. Зачем такую науку решили преподавать в колонии, расскажет Валентина Аскерова. Вот так Татьяна сядет, да? Или вот она сейчас вот так вот откинет, ногу на ногу сделает. Удобная поза – залог успеха. За колючей проволокой тоже учат азам-этикета. Тренинг проводит обладатель национальной премии по этикету и имиджу. Мы сегодня говорили о деловом этикете. Я рассказала о том, как правильно представиться, как садиться, как вести себя на собеседовании, как общаться в деловой среде. И очень надеюсь, что девушкам, когда они выйдут на свободу, мои рекомендации и рекомендации этикета будут нужными. Евгения рассказала о культуре поведения в деловой среде, приветствии, тактильности, невербальных формах самопрезентации и дресс-коде. Полуторачасовой урок пролетел для девушек мгновенно. Нужно чувствовать себя, во-первых, более уверенно, как бы не сковываться, вести себя более не сжато, расколом. Держать осаночку ровно, руки не сжимать, ложить их тоже как-то правильно, чтобы это выглядело красиво. Тренер поведала также о цифровом этикете. Знания помогут осужденным после освобождения вежливо, уважительно и этично вести себя в онлайн-среде. Валентина Аскерова, День с толком. И к новостям спорта. Уже завтра на Гребном канале стартует финал 12-летней спартакиады учащихся России. Крупные соревнования по гребле уже стали визитной карточкой Алтайского края. И в этот раз на нашей воде сильнейшие гребцы со всей страны. Как поединку готовились наши спортсмены, расскажет Дмитрий Дроздов. Несколько сборов в теплых краях и столько же в зимних условиях. С лыжной подготовкой, где спортсмены проходили по 400 километров. Такая плотная подготовка к финалу спартакиады учащихся у наших гребцов началась еще в ноябре. Настрой у ребят делать свою работу на отлично. У меня большое желание, мы верим в хороший результат. Мы просто будем выкладываться максимум, насколько готовы. Мы не хотим загадывать, просто будем работать максимум. В Воронеже есть хорошая двойка. Я уверен, что много есть двойок, с которыми придется конкурировать. Достаточно серьезные соперники. А так Воронежская, наверное. За неделю до старта в сборной Алтайского края тренируется и живет на базе Гребного канала. Если с начала лета многие уехали в отпуск на моря, то для наших ребят все дороги ведут на канал. Тренируемся так же два раза в день, как и на сборе. У нас был сбор здесь на канале. Получается и в июне, и в июле. Итак, первые старты у гребцов уже завтра, 7 августа. Сначала спортсмены будут выяснять, кто лучший на дистанциях 1500 метров. А после возьмутся за 200 метров. Начало всех стартов в 10 утра. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком. Еще одна новость с Гребного канала. В преддверии Дня строителя, который в этом году пройдет 11 августа, профессиональный праздник необычным образом отметили в Барнауле. Несколько сотен строителей, 9 команд боролись за звание лучшей погребли на лодках-драконах. Как себя показали участники, какие сложности им пришлось преодолеть, расскажем далее. Жара, плюс 35 градусов, солнце, хорошее настроение и эмоции через край. На этот раз приручили драконов-строители. На Гребном собралось больше полусотни участников из четырех ведущих строительных организаций края. Настрой на борьбу у них серьезный, словно перед сдачей объекта. Как у вас настрой, ребята? Замечательно. Что самое важное? Вода теплая. Как нам объясняли, синхронность самая важная. В каждой команде по восемь грибцов есть также рулевой и барабанщик. Строители-спортсмены настраиваются на гонку по-разному. Лодки конкурентов плывут. Если рядом, без лобка лкают. И вот начались старты. Участники выкладывались по полной, что называется, дышали друг другу в затылок. Это было круто, очень круто. Мы все пыхтели-пыхтели, пытались одновременно грибцы. Не смогли, да? Сначала не смогли, потом смогли. Короче, тяжело было, но мы справились. Поддержка у команд тоже была внушительной. Пришли несколько сотен болельщиков. Супер-классное настроение, отличная погода, отлично. Ребята все молодцы. Борются, прям на зубах до последнего грибут. Победит сильнейший. А сильнейшей стала команда «Дельфины». Она от организатора соревнований компании «Жилищная инициатива» получила денежное вознаграждение в 50 тысяч рублей и кубок победителя. Давайте поздравим всех с Днем строителя. Пожелаем всем крепкого здоровья. Барнаульцев, строителей «Жилищной инициативы», строителей России. Поздравим с этим великолепным праздником. Пожелаем всем самого-самого лучшего. Построим город, в котором хотим жить и будем жить. Соревнования по гребле настолько понравились участникам, что решили проводить их ежегодно. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. Таким был этот день глазами наших корреспондентов. Если вам тоже есть что рассказать, звоните нам в телефон редакции 205-545. Всего доброго и до встречи. Продолжение следует...